Самолет авиакомпании Turkish Airlines запросил экстренную посадку в Марокко из-за угрозы взрыва, сообщают СМИ. Авиалайнер совершал рейс Стамбул-Сан-Паулу. Через некоторое время после вылета самолет был вынужден запросить экстренную посадку из-за сообщения, заложенной на борту бомби. Тем временем немецкое издание Бильд опубликовало стенограмму записи черного ящика самолета Airbus A320. В расшифровке слышны крики испуганных пассажиров и требований капитана открыть дверь. Последние минуты жизни командир судна отчаянно пытался проникнуть в кабину пилотов, где заперся второй летчик. Я процитирую его реплику. «Открой эту чертову дверь». Второй бортовой самописец обнаружить до сих пор не удалось. Тем временем создана специальная комиссия ста экспертов. Они расследуют все подробности жизни Андрея Солюбеца. Второго пилота, предполагаемого виновника крушения. В ходе обысков у него дома найдено большое количество лекарств для лечения психических заболеваний. Однако все слухи о том, что мужчина долгое время лечился от депрессии в университетской клинике Дюссельдорфа, опровергнуты представителями самой клиники. После крушения лайнера европейские авиакомпании ввели новые правила безопасности полетов, согласно которым теперь в кабине пилотов ни при каких обстоятельствах не должно оставаться менее двух людей. В Казахстане подобные меры существуют уже четыре года. В случае необходимости место пилота в кабине занимает старший бортпроводник. Между тем, многие эксперты полагают, что если вина лётчика Андрея Солюбеца будет доказана, то репутация авиакомпании значительно пострадает. Действительно ли второй пилот виноват в крушении? На это я могу ответить лишь, что дверь в кабину всегда можно открыть снаружи, если только она не заблокирована изнутри. Но если капитан экипажа не смог попасть внутрь кабины, значит, второй пилот для чего-то запер её.